За последние дни появилось много историй о проблемах с мобилизованными и много свидетельств о том, что они в огромных количествах гибнут на фронте без каких-либо шансов на спасение, без адекватного командования. Это не случайность и не единичные случаи. Если командованию хватит безумия действительно кинуть мобилизованных в бой, что-то ими оборонять или тем более пытаться штурмовать, они сгинут просто все в полном составе. Каким бы ни был героическим, физически сильным или волевым один конкретный человек, в таких масштабных историях, как война, в таких больших и сложных структурах, как армия, от этого немного чего зависит. Если у человека не будет базового оборудования, если он не будет есть и спать, а главное, если ему будут давать неверные приказы, он погибнет. Не важно, насколько физически силен и хорош боец. Если его высадили в чистое поле и по нему бьет артиллерия, он погибнет. Армия это не конкретные герои, а структура. И российская армия, как структура, очень плоха. Эта война России не нужна. Если завтра мобилизованные и вообще российская армия выйдет с территории Украины, оставят купированные территории, все от этого выиграют. И россияне, и Украина, и российская армия тоже. Поэтому я постараюсь сегодня аргументированно объяснить, почему у мобилизованных нет никаких шансов. А вы, пожалуйста, отправьте это видео родственникам мобилизованных. Если они размышляют о том, не надо ли уже ехать, позволять своих родных, или может быть думают, что еще можно понадеяться немного на систему, может быть это видео поможет им принять верное решение. Никто на самом деле не знает, о каких цифрах мобилизации идет речь. Но давайте попробуем отталкиваться от полуофициальных 300 тысяч человек. Итак, что нужно, чтобы 300 тысяч человек, даже если вы их научили стрелять, были не стадом, а войском? Вам нужно на каждое стрелковое отделение расчет орудия, экипаж боевой машины. То есть на каждые 3-10 человек мобилизованных отыскать сержанта. Без нижнего звена управления, без квалифицированных командиров отделений, вы можете расходиться сразу и не морочить людям голову, потому что не бывает пирамиды управления без фундамента. Ни в армии, ни в бизнесе, ни в государстве, ни в организованной преступности. Человечество пока еще не придумало руководить сотнями, тысячами, десятками и сотнями тысяч людей напрямую. На каждых трех сержантов вам нужен один лейтенант, командир взвода. На каждых трех лейтенантов командир роты в звании капитана и заместитель его, лейтенант. На каждые три роты вам нужен целый штаб батальона. 300 тысяч человек это не армия. Чтобы 300 тысяч человек стали армией, вам нужно по меньшей мере 30 тысяч квалифицированных опытных сержантов. А то и вообще 60 тысяч. Чтобы командовать отделениями. Причем чем менее квалифицированными мобилизованные, тем более опытными должны быть сержанты. Плюс 10 тысяч лейтенантов. Командовать взводами. 3000 капитанов ротами. И 1000 майоров батальонами. Цифры условные. Численность подразделений и потребное соотношение начальников и подчиненных могут очень сильно разниться от рода войск и порядка формирования. Но пропорция примерно такая. Если этих людей у вас нет, то у вас их и не будет. Их нельзя мобилизовать. Им недостаточно за три недели на полигоне показать, откуда в автомате вылетает пуля и на какую глубину рыть окоп. Командир роты начальник в среднем 100 человек. Он должен быть не просто обученным офицером. Он должен обладать практическими навыками. Знать, что такое командовать ротой. Тем более, когда эта рота состоит из вчерашних поваров и слесарей. Что такое руководить коллективом из 100 человек по нормам, например, мирной жизни? Это директор немаленькой школы, большого супермаркета, очень большого ресторана. Это уже серьезный уровень управленца. Таких профессионалов вам нужно минимум 3000. Чтобы мобилизация имела смысл, вам недостаточно иметь на складах работоспособные обслуженные автоматы, боеприпасы, технику, трусы и носки, бронежилеты и обуви. Недостаточно инфраструктуры для подготовки рядового состава, недостаточно развитой логистической системы, чтобы перемещать такие массы людей и снабжать каждого из них всем необходимым. От тушенки и бинта до снаряда и танка. Не факт, что и это все у вас есть. Но даже если есть, этого недостаточно. Кроме вышеперечисленного, вам нужна структура, в которую вы встроите этих людей. Поясню на примере из мирной жизни. Да, Макдональдс каждый день по всему миру нанимает тысячи сотрудников безо всякого профильного образования и опыта работы. Просто с улицы и довольно быстро их обучает. Но приходят эти новички в коллектив, где есть менеджеры, директор, наставники из числа опытных коллег. Макдональдс не комплектует штат ресторанов целиком из числа людей, которые туда впервые попали. В противном случае он бы давно перестал существовать. Как перестала бы существовать любая организация, решившая, что пирамиды управления придумали для лохов. Даже в мирное время российская армия имела огромные проблемы с руководителями низшего тактического звена. Особенно с сержантским составом. Эту проблему пытались решить реформами нулевых при Иванове и Сердюкове. Но все попытки создать профессиональное сословие сержантов, все попытки выстроить систему сержантских школ потерпели полный крах. Довоенная армейская структура, в которой профессиональный элемент еще не выкосили высадками в Гастомеле, походом на Киев и штурмом Мариуполя, даже та армия не была готова впитать в себя такое количество неквалифицированных солдат. Нынешняя же организация службы такова, что целый батальон высаживают в лес, и никто там не имеет идей получше, чем сгинуть под огнем артиллерии или попасть в плен. Чтобы вам все и сразу стало понятно об инфраструктуре подготовки войск в России, достаточно посмотреть главное видео этой войны. Оно не снято в тайне на телефон, не слито в телеграм-канал. Это официальный пропагандистский ролик Министерства обороны. В нем министр обороны Шойгу и начальник управления боевой подготовки Министерства обороны Евкуров инспектируют образцово-показательный полигон для подготовки мобилизованных. На этом образцово-показательном полигоне юноша с погонами курсанта в роли инструктора, что уже нонсенс, ходит на стрельбище по линии огня и поправляет своим подопечным автоматы за ствол. Тут важен даже не сам факт, что это случилось, но то, что никому из наблюдавших не пришло в голову, что ни в коем случае нельзя это показывать. Не то наши инструкторы год назад ЕГЭ писали, не то в военном училище им не потрудились выдать главную военную тайну. С какой страны огнестрельного оружия нельзя стоять, даже если ты трижды уверен, что оно пустое. Бессмысленно обсуждать сроки подготовки, будет это неделя или полгода. Любое обучение по определению это передача опыта, а опыта, похоже, просто нет. Обратите внимание, в российском обществе армия очень давно не воспринимается как организация для ведения боевых действий. Пойти в армию это скорее инициация. Как в некоторых племенах юноши отправляли выживать в лес, так в России армия это штука, которая будет в течение года активно сводить тебя с ума, а твоя задача как-то выжить. Отвратительная и скудная еда, самодурство офицеров и прапорщиков, дедовщина, депривация сна, бесконечные абсурдные требования. Это не баг, это фича. Знаете, что такое кантик? У этого слова много значений, но одно из них это прямоугольный сугроб, который должны изготавливать солдаты зимой. Зимой в российской армии все сугробы должны быть исключительно прямоугольными. Причем армия этого не скрывает. Армия прямо гордится тем, что времяпрепровождение в ней не имеет никакого отношения, собственно, к военному делу и к военной подготовке, что она целиком состоит из квестов, единственная цель которых звучать максимально безумно и неправдоподобно для гражданского уха. Ну, какое гражданское ухо поверит, что на заправку кровати по ниточке, на расположение покрывала строго по одной из трех полосочек, по какой именно зависит от внутренних традиций части, тратится в разы больше времени, чем на любой вид боевой подготовки. Что российская армия по существу готовит персонал для отелей сети Рицкарлтон. Средний российских солдат выходит после года срочной службы, обладая массой ценных навыков. Проглотить завтрак за пять минут и обед за семь, заштопать плащ-палатку или вещмешок, даже если те за 20 лет истлели до лоскутов, руками выдергать траву, нагутолинить колеса военной техники, что угодно, кроме, собственно, военной подготовки. Год за годом, призыв за призывом, поколение за поколением офицеров воспроизводилась одна и та же модель. Сначала в советской, а потом в российской армии. Воинская часть это такое место, где ты меняешь два, а позже один год страданий на целую подборку максимально неправдоподобных баек, которые будешь рассказывать до конца жизни. Кто носитель того опыта, который предполагается передать мобилизованным? Где носитель какого-то другого опыта? Кроме того, что солдат не должен что-то сделать или чему-то научиться, а он должен задолбаться. Это, кстати, с точки зрения культуры удивительный момент. Образ армии как пионерского лагеря для взрослых под управлением пьяного баяниста въелся в общественную ткань не 10, не 20 и даже не полвека назад. Это совершенно общее место. Все это знают, но продолжают задавать вопросы. Почему российская армия так воюет и так готовит мобилизованных? А с чего вы взяли, что человек, который умеет делать кубик из подушки, сможет кого-то научить рыть окопы и ориентироваться на местности? Откуда он передаст военный опыт, которого у него отродясь не было? Не нужно думать, что атмосфера отчетливого безумия относится только к срочной службе, а на контракте все иначе. Что контрактников готовят к боевым действиям, а не к участию в японском реалити-шоу по прохождению максимально абсурдных препятствий. Но не может такого быть, что внутри одной организации у вас две противоположные культуры управления, две разные системы подготовки. Что с поступлением на контракт солдату сообщают, ладно, пошутили и хватит, спасибо, что понял прикол. Хватит с тебя высших эготемических курсов, кройки и шитья, теперь займемся с подготовкой. Так не работает нигде и никогда. Материально-техническое снабжение армии страдает от двух пороков. Первый очевидный, второй тоже очевидный, но не до такой степени, как первый. Первый порок — это коррупция. Применительно к армии коррупция устроена таким образом, что никто не понимает ее масштабов и не может адекватно действовать, исходя из них. Ведь если в остальных российских ведомствах львиная доля коррупции живет только на верхних этажах иерархии, то армию она пронизывает насквозь. Если бы все сводилось к тому, что на уровне министерства, командования округов и соединений разворовывается половина денег, чтобы построить дворцы и яхты, то в случае войны ты мог бы рассчитывать на вторую половину. Половина исправных автоматов, половина бронежилетов, вдвое меньше боеспособных танков, пригодных к употреблению сухпайков, ну и так далее. Но если у тебя коррупция начинается с министра, а заканчивается самым последним прапорщиком самого заштатного стройбата, то у тебя банально нет никаких цифр, на которые ты можешь строить оценку. Да, до склада доехало в два раза меньше носков и в четверо худшего качества. Но где гарантии, что эти остатки не растащили в ноль товарища на местах? Мы знаем, благо в редакции есть люди с опытом военной службы, что воровство в армии доходит до сколупливания плитки из санузлов. И главная беда здесь не в том, что это позор, не в том, что кто-то неоправданно обогащается. Беда в том, что с таким уровнем коррупции любые цифры становятся абсолютно виртуальными. Никто не в состоянии хотя бы примерно соотнести их с реальностью. А если ты не знаешь, каковы твои ресурсы, ты не можешь управлять ничем. Второй порог – глобальная некомпетентность и раздолбайство. Экипировка, оружие, техника для войны не сделаны из каких-то волшебных материалов. Ткани, резина, сталь – все это вне надлежащих условиях хранения и регулярного обслуживания без грамотной консервации имеет свойство истлевать в прах. Вы видели, во что превращаются брошенные на улице автомобили. За 2-3 года они превращаются в мусор, расцветают ржавчины и годны уже только для утилизации. Многие вывозили на дачу старую одежду. Пара зим в неотапливаемом влажном помещении и свитер пойдет только на тряпки. Даже то оружие и обмундирование, которое находится в регулярных частях, чаще всего в совершенно ужасном состоянии. К специальному дню, который называется строевой смотр, любая воинская часть не спит несколько суток. Каждый солдат орудует иглой и нитью, чтобы привести обноски, пережившие уже полтора десятка поколений призывников, в относительно товарный вид. Чтобы хоть издалека выглядеть как солдаты, а не как военнопленные или бомжи. И это в действующих частях, где есть какой-то надзор, куда какое-то начальство иногда заглядывает. Что происходит на мобилизационных складах в той части армии, где давно умер последний прапорщик, который своими глазами видел, как этот склад открывали ключом? Что там на нем проверяли? Никто не знает. Как видите, два порока сходятся на самом деле в один. Никто, ни министр, ни ефрейтор, не знает ни количество трусов, которые действительно есть в армии, ни сколько трусов из этого количества действительно можно надеть. И так про любое материальное обеспечение. От трусов до танка. Это управление армией вслепую, которое на выходе может дать только один результат. Мобилизованные оказываются на фронте без всего. Потому что никто не знает, где что есть и откуда что можно реально взять. Не выписать приказ, не увидеть накладную и опись, а прям взять настоящий автомат. На самом деле, любая система, которая вдруг решила настолько вырасти и впитать такое количество людей одновременно, будет иметь бледный вид. Любой системе придется на ходу себя переделывать, менять управленческие практики, структуру менеджмента и внутренние процедуры. Это неизбежно. Но в случае с российской армией ситуация куда более абсурдная. Чем вызваны те унизительные провалы российской армии, которые в конечном итоге привели к объявлению мобилизации? Тем, что российская армия не справлялась даже с той группировкой, что у нее была. Тем, что части, укомплектованные на 40-60% контрактниками, приходилось экстренно добивать срочниками. Дефицитом обмандирования, нормального вооружения, питания, логистической катастрофой. К середине сентября, когда была утрачена Харьковская область, стало понятно, что российская армия не смогла обучить, экипировать, содержать и эффективно управлять группировкой в полторы сотни тысяч человек. Как решили исправить ситуацию? Выходом стал рекрутинг еще трехсот, по меньшей мере, тысяч. Это не фигурально, а буквально тушение пожара керосином. Это попытка решить проблему путем ее масштабирования. Армейская структура захлебнулась на том, что имела? Давайте нарастим численность в три раза. То, что сейчас множатся массовые и максимально нелепые смерти мобилизованных, это не эксцесс, не единичный случай. Это закономерный итог шизофренической попытки выбить клин клином. Российская армия не сможет исправить свои пороки в ходе войны. Это системные пороки, они копились десятилетиями. Она продолжит воевать ровно так, как воюет. А это значит, что мобилизованные обречены. Их некому учить, их не во что одеть, их нечем вооружить, ими некому командовать. Командовать не в смысле чертить на карте стрелочки. Просто никто не прикажет им окопаться. Участие в войне сегодня в таких условиях это даже не безумие. Не проверка на патриотизм, не выбор, хочешь ты или не хочешь, не знаю, убивать людей. Если у тебя инструктор расхаживает между автоматом и мишенью, твои шансы хотя бы издалека взглянуть на украинского солдата перед смертью исчезающий малы. Эта война была полнейшим безумием от начала до конца. Начиная с самой первой идеи, чтобы стрелять в украинцев, отправить в самую близкую культурно и исторически нам страну в мире танки и пушки. Продолжая теми методами, которые эта война велась, и заканчивая полным отсутствием хоть какого-то позитивного из нее исхода при каких-либо обстоятельствах. Эта война позор России на многие годы вперед. Но если мы говорим про тех людей, которые на фронте сейчас, они там только за тем, чтобы оттянуть неизбежное поражение. Их жизни будут положены, причем практически гарантированно положены на то, чтобы Путин мог признать невозможность что-то оккупировать в Украине не осенью, а весной или летом. Вытаскивайте своих близких из этой бессмысленной мясорубки. Так как можете. Иначе вы их больше никогда не увидите. И это самое патриотичное, что вы сейчас можете сделать для своей страны. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok